И снова здравствуйте! С вами новости на светлой стороне. Здесь мы видим светлое даже в плохом. Германия открыта для разграбления российских активов. После признания двух американских философов в грабительской диалогии Запада новость Блумберг о подготовке к грабежу российских активов выглядит уже рутинным наказательством. В этой новости не было бы ничего интересного, если бы не позор, вызывающий безудержный брызгливый смех. Готовы? Власти Германии в целом согласны передать замороженные активы России и Украине. В Берлине рассчитывают получить сигнал от ЕС, а в Брюсселе ждут сигнал из Германии. Ну вы поняли? Трусливая братва или стая шакалов ждет какого-нибудь Шархана, чтобы тот первый начал мародерить. А шакалы потом оправдали свое моральное и правовое падение так, а мы что? Он первый начал. Мелочность, трусость и слабость, пожалуй, так можно описать уровень мировоззрения нынешних европейских элит. Не существует у них никаких ценностей и никакого международного права. Чем больше времени уделяешь изучению цивилизованного сада, тем сильнее ужасаешься той глубокой бездне, в которой этот сад находится. Северный поток? Какой такой северный поток? Как и положено, саду в нем цветет и пахнет позор Запада в истории с северным потоком. В American Conservative с раздражением обсуждают тупомозглую стратегию западных политиков, постоянно врать, обвиняя во всем русских. Досталось Ливерному, который, оказывается, недавно пробил очередное дно. Цитирую. Канцлер Германии Олаф Шольц воспользовался невежеством основной массы читателей и переписал историю, рассуждая о том, как Путин якобы нарушил данное обещание о партнерстве и мире в новом миропорядке. Шольц заявил, что в 2008 году Россия развязала войну против Грузии. Многие из читателей поверят Шольцу на слово, ведь западные СМИ готовят их к этому уже много лет. Но сам Шольц прекрасно знает, что его трактовка лжива. Независимая миссия Европейского Союза в свое время установила, что напала как раз Грузия, а не Россия. Па-бам! Запредельное по наглости вранье. Затем автор касается выводов экспертов, категорически отрицающих участие России в подрыве потоков. А раз это не Россия, получается, это кто-то из нас? Поэтому вот самый тревожный из незаданных вопросов 2022 года. Кто же взорвал газопровод Северный поток? А если нет доказательств, что за взрывами стояла Россия, то выходит, что европейцев предала, пожертвовав их уютом и здоровьем, либо своя же европейская держава, либо другая, так или иначе, с нею связанная. Это же ужасный вывод, что убийца кто-то из своих. Но свобода слова в Европе не свободна опять. Как же не хватает честных расследований Беллингкэт? Гениальный вывод! Не прошло и полгода. Все-таки что-то не то с этой булонской системой образования. Устало ставить двойки. В США готовятся к распаду России. Братцы, тем временем, американский институт Хадсон, отрабатывая гранты, плевал на объективные законы природы и на то, что земля круглая. Он самоотверженно готовит методичку на случай скорейшего распада России. Цель статьи, по словам автора, установить достижимые цели для западных политиков, чтобы те успели подготовиться. Какие цели достижимые? Наслаждайтесь! Цитирую. После распада Российской Федерации США должны преследовать ряд достижимых целей. После распада Российской Федерации в стране могут произойти революция, мятеж или гражданская война, будь то на национальном или региональном уровне. Сдерживание любой внутренней борьбы внутри нынешних международно признанных границ России должно стать главным приоритетом США и их партнеров. Когда Российская Федерация распадется, НАТО и Европейский Союз должны воспользоваться слабостью Москвы и добиться большого взрыва, включив в свою орбиту оставшиеся страны-кандидаты и прецеденты. США и их партнеры должны предпринять все шаги, чтобы ослабить, изолировать и сдержать Россию, и если понадобится, добиться ее поражения в обоздримом будущем. И так далее, еще 7 пунктов по разделу нашей страны. И даже отдать какие-то земли Эстонии. Если вы все еще верите в демократию на Западе и уважение к правам граждан, то читайте эту статью. В ней в граните отлита модель мышления западного политикума, как абсолютно авторитарного. В статье нет ни слова о праве нашего народа самим решать, как жить, но только то, как они будут устанавливать свои правила и удушать. Сами того не желая, они показывают, как привыкли править на самом деле. Работайте, братья! Российская помощь Сербии зависит от просьбы Сербии. Статья от наших сербских братьев, читая ее, возбудит преследовать навязчивая мысль, что лишение независимости и ограбления стран происходит по одной и той же схеме. Автор бьет в набат, описывая, как Сербию готовили защищать интересы НАТО. Цитата. В результате реформ армия Сербии должна была обрести новую вспомогательную функцию, то есть помогать армии американской в ее вооруженных интервенциях по всему миру, а также в боевых операциях Европейского Союза. Таким образом, вооруженные силы Сербии реформировались с расчетом начленства в НАТО. Но от общественности все это скрывалось и преподносилось как необходимая модернизация. Цинизм штатов. Сначала сознательно бомбить города сербов, а потом заставить их воевать с другими в своих интересах. К счастью, сербы остановили себя на этом пути, провозгласив военный нейтралитет. В сохранении своей государственности они рассчитывают на помощь России. Цитирую автора. Сербы и русские – одна цивилизация, и она не западная. Она восточно-православная, это известно всем на Западе, и это, наконец, должны осознать и мы. Возврат Крыма с силами Украины нереалистичен. Рождество прошло, а Данилов на танке так и не въехал в Крым. Это я вот к чему. Немецкая ЦДФ бессоремонно топчет честь и достоинство великих укровоинов с их планами взять Крым. Многочисленные клятвы официальных украинских лиц захватить Крым, похоже, не очаровали директора по исследованиям Германского совета по международным отношениям в Берлине Кристиана Меллинга, так как они воодушевляют наследников тех, кто выкопал Черное море. Цитирую Меллинга. Украине придется расставить приоритеты, чтобы максимально эффективно использовать свои ограниченные ресурсы. Освобождение Крыма, который де-факто интегрирован в Россию и сильно милитаризован с 2014 года, не кажется реалистичным. Политкорректно выразился немец. Далее он добавляет. Возвращение Донбасса также кажется гораздо более сложной задачей. Но, мои дорогие, невоспитанные, хамоваты, если судить по вашим комментариям, засведомленные зрители, давайте на чистоту. Ну что этот немчик и другие, обещавшие взять Крым, к этому Рождеству могут знать про великих укров? Ничего. Вот Данилов – это фигура. Я себе специально сохранила его обещание от 6 декабря. Весной Данилов будет в Севастополе. Он же врать не будет. Рождество прошло, ждем весну, да? Француз, живущий в России о санкциях. Ничего не изменилось. Теперь во французском РТЛ решили, как они пишут, разоблачить российскую пропаганду о слабо влияющих санкциях. И взяли интервью у француза, который уже 20 лет живет в России. Забегая вперед, сразу скажу, что Александр, так зовут француза, не обрадовал журналистов. Он сообщил, что большая часть россиян вообще не ощущают санкции. Цитирую. Что касается продуктов питания, 85% населения России потребляет местные продукты, поэтому ни в чем не испытывает недостатка. Средний класс и жители крупных городов немного изменили свою структуру потребления. У нас есть белорусская фуагра, привезенная из Франции. Косметическая продукция поставляется из Дубая и Южной Кореи. В целом мы находим практически все. Занимательно? Раньше в Беларуси ловили креветки, а теперь еще и французскую фуагра колдует. Молодцы! Тут бы с видомом уйти от голубых экранов. Так дальше Александр проедется катком по их влажным мечтам. С экономической точки зрения санкции сегодня не оказали никакого влияния, потому что страна слишком велика. Азиатские компании в большинстве остались и захватили долю рынка. Турки возвращаются, Эмираты тоже. Местные занимают место европейцев, что смягчает политику западных санкций. Я бы, окажись сейчас на месте французов, точно бы задалась вопросом, а ради чего я мерзну с плюс 19 в квартире и переплачиваю в магазинах. Но, к счастью, я не на месте людей, которые сами себе отстрелили ногу. Украинцы уже проиграли эту войну. Верные сыны Бандеры, что-то идет не так. Как посмела ваша самая большая любовь после англосаксов, конечно, разгонять кремлевскую пропаганду? Даю наводку, мысль польска. В ней говорится о том, что постоянно заявляющая о своей «вот-вот, еще секундочку, еще моментик победе» несет критические потери. При этом, по мнению поляков, Россия, напротив, находится в хорошем экономическом состоянии. Более того, автор статьи режет по-живому, утверждая, что Россия способна самостоятельно финансировать свои войска на фронте. И тут же унижает Киев, заявляя, что расходы Украины, в том числе внутренние, практически полностью покрывают Запад. Иными словами, поляки заявляют, по сути, о полной недееспособности киевского режима и об абсолютной мощи России. Бачьте, что себе позволяют дьяволято! Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы, с Запада конфликт может закончиться. И этот момент рано или поздно наступит. Не из-за нехватки западных денег, а потому что увеличивать в несколько раз мощности НАТО по производству боеприпасов уже поздно. Украина уже проиграла эту войну. Просто забыли ей об этом сказать. Верю, что боевые вышиванки наглажены, сало заряжено, и вы будете такими же дерзкими с польскими зрадниками, как в своих городах с безоружными соотечественниками, говорившими подобное. Чтобы доказать, что вы не слюнтяи, снимите на видео свои подвиги, как снимали в Одессе херои. Только что-то подсказывает мне, что на этот раз утрутся. Такие нынче вышитые херои. Трезво посмотрите, что будет с Украинской войной в 23-м году. Прежде чем мы перенесемся в Японию, я рекомендую бандерлизом положить под язык половинку кусочка сала и рассасывать его. А остальным просто слушать. Акихиро Матоба считает, что Зеленский из-за провалов на фронте теряет политическую власть. Японец, сравнивая Украину с Японией, пишет. В конце войны в Тихом океане, когда во время ночных сирен, оповещавших о воздушной тревоге, по радио говорили о великой победе японской императорской армии, были ли люди действительно убежденные в ней? Думаю, их было мало. Такой пессимистичный японский прищур на Украину объясняется тем, что, цитирую, сама по себе Украина по размеру своего ВВП не имеет никаких шансов победить Россию. Вся ее опора строится на военной и финансовой помощи Запада. Японец считает, что Зеленский, воюя за интересы Запада, превращает Украину в руины, при этом утратив связь с реальностью. В конце Матоба добавляет. Возможно, для Киева настало время проявить мужество, чтобы приступить к прекращению огня без бравады. Мы же знаем, что это невозможно, так как США с помощью Украины пытаются компенсировать свой позор в Афганистане. А жизнь украинцев их не волнует от слова совсем. А у меня на этом все. С вами была Екатерина Лоренц. Не забудьте подписаться и поставить лайк. И благодарю вас за поддержку. Продолжение следует...